Вот так вот выглядит наша палата. Да, Димуська? Можешь говорить привет? Всем привет! У него на руке катетер. Не болит? Не болит. Больно ему только, когда лекарства вкалывают через него, а так не болит. И вот, собственно, как она выглядит здесь. Стремная такая кроватка. Сразу идут соседние палаты окна. У нас не видно, мы никого не видим. И туда. У нас отдельная палата, кровать. Стремная вот эта металлическая. Спать, конечно, безумно неудобно, потому что я сплю. Димка здесь спит, а я вот здесь. И получается, что... Ну, вот так, в кричином уголке я там сплю, подлаживаю одеяло. Одеял у нас много, потому что холодно. И вот восьмой блок. Вся наша палата. Ну, конечно, плюс, что мы сами, что у нас окно. Потому что видно даже, вот там окно еще пластиковое. И, по-моему, там еще пластиковое окно. Там уже окна старые, и они, по-моему, не открываются. Поэтому у нас еще большой плюс, что у нас есть окошко. Мы его открываем целый день. И здесь дышим воздухом. На улицу нас выпускают, но мы пойдем попозже. Ну, и, в принципе, дела сейчас уже у нас получше. Что случилось? В общем, Дима заболел. И приезжала скорая помощь. Приходила наша врач, его слушала. И с легкими у него было все. Ну, они были чистые. На следующий день у него начало болеть в груди. Я сказала врачу. И настояла на снимке. Сделали мы снимок. Снимок получился ужасный. У него... Ну, в общем, снимки написали вообще новое образование. То есть на пневмонию это было не похоже. Нас прямо оттуда, на скорой помощи, привезли сюда, в больницу. Я очень не хотела, но больница все-таки, как она старая. И я не хотела в эти общие палаты в убитые. Но нас положили в отдельную палату. Причем это не за дополнительную стоимость. Единственный момент, что мы лежим в ковидном отделении. Но здесь все отрицательные. Я думаю, меня слышно просто, я тихо говорю. Здесь все отрицательные. Мы в том числе. И мы лежим отдельно. Я уже смирилась с тем, что мы лежим. Дима, тихонько. Я уже смирилась с тем, что мы здесь лежим. Все-таки в больнице ему здесь и капельницы ставили, и антибиотик колят. И это надо. На данный момент результата никакого нет. Мы сделали повторный УЗИ. И все без изменений. До сих пор это пятно у него большое. То есть не хуже и не лучше. Ну как, лучше, в принципе, из-за того, что у него нету температуры. Когда будет повторное УЗИ, не знаю. Наша врач будет во вторник. У нас сейчас воскресенье. И вот когда врач во вторник приедет, я думаю, что она нас отправит на повторное УЗИ. Если будет УЗИ хорошее, то есть будут изменения, то, может быть, нам здесь недолго. Но Димке в среду день рождения. Скорее всего, мы вон здесь на день рождения. Сегодня Надиля. Так что, держимся. У меня уже настроение получше. Меня и Денис заменяет. Но... Ну как заменять, чтобы я там могла выйти на улицу? Ну, первая ночь была самая тяжелая быт наш. У Димки там игрушечки маленькие. Сидим, отдыхаем. Диморчик, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо? Вот что значит приехала домой. Денису нажарила кабачков, потому что он очень плохо питается, пока мясо дома нет. Сварила плова в мультиварке. Еще немножечко вещей собрала. Здесь вкусняхи Диме разные. Мармеладки, конфетки. Здесь маленькие игрушечки. Лего будем как-то с ним играться, развлекаться. У меня вот такая вот сумка есть. Я ее покупала в Сеппенхенде когда-то давно. Кстати, да, ее надо постирать, но мне все равно. В общем, сложила сюда зубную пасту. Щетку Димоны мои есть, но сюда потом доскладываю свои щипчики, которые ему ногти обрезать. В общем, кожу он все время жалуется. Масло для губ. Здесь, в общем, такое сложила. Зеркало взяла побольше, потому что в палате нет вообще зеркала. Я потом покажу. Как-то так. И приготовила салат. Часть возьму к Диме завтра, часть останется Денису. Я даже не знаю, что говорить. Выгляжу я стопудов сейчас ужасно. Я это понимаю, но слов нет. Просто такой нервный тик. Денис остался с Димкой. И это надолго. Поэтому мне нужно было приехать домой, сходить в душ. Ну и плюс, как отдохнуть, передохнуть. Буду возвращаться дальше. Еще я расстроилась, что у Димки день рождения. И день рождения будем праздновать в больнице. Но что поделаешь. Так у меня рука трясется, наверное. В больнице так, в больнице, лишь бы он был здоровый. Здесь у меня падают цветочки с дня рождения уже. Шарики мои летают у Димы в комнате, потому что у нас из-за того, что стоит охрана, датчики движения, чтобы они не шевелились. Денис, все сюда их приволок. Цифры мои сдуваются. Вот так. Ну ладно. Я не скажу, что я сильно расстроилась за цифры. Конечно, вот и я в отражении. Конечно, здоровье ребенка важнее в любом случае. И здесь мой букетик. Конечно, я все снимала в Инстаграм. Я его запомнила. Но вянет он без меня. А я буду ложиться в это логово. Денис особо не старался как-то так заправить. Он говорит, ты придешь домой, офигеешь, дома бардак. Но я понимаю, что он сам. Кстати, две подушки, не знаю, наверное, выложил спид то там, то там. Так что буду я спать. Здесь такой коридор. И у нас здесь написано брудная зона. А там чистая зона. А посредине буферная. Вот такая вот обстановочка у нас. Да? Да. Да тебя что-то не видно. Интересно, почему. Что? Включишь это. Вот так. Что ты хочешь сказать? Всем привет. Сейчас, стой. Вот. Всем привет. Все? Спокойной ночи, при этом снова садки в снову. Всем. Как дела? И что? Хорошо. Ты себя чувствуешь лучше уже? Да. Да. Мы уже на улицу ходим, гуляем. Да? Сегодня ходили. В АТБ ходили, вкусняшки покупали. Завтра хочу попроситься домой, чтобы Димку покупать и домой покупаться. Ну, не домой, а к маме. Мы недалеко от мамы. Надеюсь, пустят. А нет, сбежу. Сами тихонько. Да? Угу. Ну, ладно. Все, будем мы дальше. Мы сидим, смотрим Орел и Решку. Девчата. Да? Настя и Юя. Настя и Юя. Держи свой телефончик. Обзорчик на больничную еду. Какой там суп. У меня здесь такие, этот раскладной нож. Суп. С чем суп? Ни с чем. Просто картофельный суп. Пюрешка и рыбная котлета. Дима доказался, да, увидел сначала, говорит. Я такое кушаю в садике. В итоге отказался. Так что вот так вот я питаюсь. Дима питается разными вкусняхами, которые ему привозят. Да? Угу. Он сегодня пиццу ел. Я не заел. И Денис. Я привезла, привезла. Угу. И Денис сегодня умничка, короче. Блин, он все-таки у меня золотой муж, знаете. Каждый раз это говорю, каждый раз в этом убеждаюсь. Он привез утром Димона пельмени, сводил его в баночки. Дима тут утром пельмешки кушал. А вам просила, пожалуйста. А мне пожарил отбивные. Просто сам первый раз пожарил отбивные. Еще и индюшины. И вообще, они были самые вкусные на свете. Сам пожарил? Сам привез, тепленькие, короче. И у меня хорошие мужики. А все, мы сегодня ездили к маме, помыли голову. Я буду говорить тихонько, потому что здесь шумоизоляция, сами понимаете. Мы тихонечко съездили, помыли голову. Я Димке помыла, себе помыла. А почему? Ты тихо говоришь. Потому что все слышно. И что? Я теперь чистый человек. Мне голову уже прям очень надо было помыть, потому что можно было вот так ложкой просто шкрипти, но ужас. Я не могу так ходить. Так что настроение отличное. За окном у нас дождь. Мы как раз успели до дождя. Гром был, да. А сейчас, наверное, выстучит. Ну, а по анализам у Димона такое себе. Лейкоцитов еще много. Колем антибиотики, продолжаем. И, по идее, в пятницу у нас будет УЗИ. Ну, и тогда будет уже видно, что нам делать дальше. Это что, УЗИ? Менять бабочку? Нет, не менять бабочку. Это этим, помазать. А-а-а. Да. Все, приятного вам аппетита. Будем худеть. И тот, кто кушает, ему тоже приятного аппетита. И тот, кто кушает, да, ему тоже приятного аппетита. Я буду здесь худеть, наверное. Что? Так а что тут еда такая? Ты много кушаешь. Что я много кушаю? Тут супчик на воде. Ладно, это я много кушаю. Ты, да, ты молодец. Я буду кушать. У него здесь бабочку сегодня поставили новую. Не трогать. Шесть утра. Плакал. Да? Не трогать мою бабочку. Не трогай. Сейчас я покушаю и спать буду. Нет. Да. Пожалуйста. Ну что, котик, какой сегодня день? Мой день рождения. Твой день рождения? Сколько тебе исполняется? А сколько это? Шесть. Шесть? А давай теперь быстренько. О чем ты мечтаешь? Я хочу поехать на море. Ты хочешь поехать на море? Да? Вот, что я хочу. Ясненько. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Загадай. Желание загадай. Я хочу поехать на море. Ура! С днем рождения тебе, Путик. С днем рождения. Мы тебя любим. Мы тебя с папой очень-очень любим. Раздоравливай попустее. Будешь там кольтартик? Я вишню возьму сейчас. Возьми. Потом дома будет крутой день рождения. Да? А сегодня у нас больничная. Что такое? Невкусная вишня? Скривился. Да, у нас один тортик Димке. Один тортик понесем медсестрам. Медсестрам. Да? Я думаю, Святичку можно оставить. Потом дома подожжем. Дома потом еще докупим, Святичка. Ой. Когда много. Красиво. А Дима здесь уже собирает. Ему вчера Таня принесла конструктору. Военную машинку. И Денис принес сегодня вот такой вот конструктор. Что Диме не скучно. Да? Проснулся в 6 утра. И не спит в 6. И даже не плакал, когда делали. Да. Так, я не знаю, как я выгляжу. Он попер. Вообще даже слезинки не проронил, когда ему кололи катетер. Обычно он так орет, что просто просыпается все отделение. А тут он просто сидел и... Можно так взять вот эту? И все. Вот эту и вот эту. Посчитай по точечкам. Сегодня обед у нас такой. Это овощной супчик. Вот такой. Одна водичка. Пюрешка и рыбка. Рыбка похожа на... По-моему, на хек похожа. Пахнет классно. Ну, пюрешка на вкус, конечно, здесь не очень. Просто... Хотя нет, вот это вкусно. В прошлый раз было не очень. Димка, конечно, отказывается кушать больничную еду. Он кушает свою. А я кушаю больничную. А я кушаю вкусную. Это нормальная еда, вкусная. Обычная столовская еда. Как садики. Пюрешка, кстати, очень вкусная. Попробуешь? Нет. Ну, попробуй. Нет. Ну, пожалуйста. Она никак. Попробуй. Вот кусочек маленький. Ну, давай на камеру. Покажи, какой ты молодец. Я не хочу ссориться с тобой. Нет. Я с тобой ссориться не хочу. Ну, ладно. Всё. Доброе утро. Котик. Иди к нам. С днём рождения тебе, зайчка. Смотри, что у тебя. Циферка? Угу. Какая цифра? Шесть. Сколько тебе, Рокин? Шесть. Шесть, Рокин. А там сверху. Так. Теперь иди к шарикам. Ты как будто бы не рад. Да, я рад. А смотри, вот там у тебя такое... Верхний шарик какой? Пустая шарик. Джойстик? Это тебе такое напоминание. Что у тебя за подарок? Закрывай глазки. Хорошо. Всё, подходи. Нет, пусть маленькую коробочку. Сначала маленькую. Открой. Доставай с маленькой. Давай ручку доставай. Доставай с маленькой коробочкой. Маленькую. Не, маленькую. Не, не. Вот сюда вот ручку. Открывай. Ух ты. Джойстик. Такой, как ты хотел. Военный? Он тяжёлый. Куда ты его приедешь? Ну так он это поставит, а это поддержит рука. Всё. Плейстэшн. Радости. День рождения тебя, заячка. День рождения тебя ещё раз. У тебя день рождения прошёл в больницу, но мы его переносим. Жди, мама тоже. Чего? Мечтала Плейстэйшн. Мечтала Плейстэйшн? Ой, ну там коробки открывать, там столько проводов, столько всего. А это игры, которые идут в комплекте. Давайте посадим. Сейчас тебе открою. Когда будем собирать? Когда будем собирать? Сегодня. Ура! Будешь сегодня играть в Плейстэйшн. Чидимусечка. Ой. Котик мой. Урау, мы на пустой швейшн. Класс, я мечтала пустой швейшн. С днём рождения тебя. Не спеши. С днём рождения тебя. С днём рождения, Дима. С днём рождения тебя. Будешь загадывать желание Сечки задавать? Только не говори желание. Про себя загадай и не говори. И все задувай сразу за один раз. Я загадал. Давай. Давай, давай, давай. Ещё. Что такое? Давай ещё. Ну, задавай, все задувай. Давай, давай, давай. Ещё одна осталась. Ура! Мама же попала. И Дима попадал. И ты попадал. Давай. Ты же молодец. Вышли пострелять с винтовки. Кто тебе подарил винтовку? Бабушка. Бабушка? Ты такая больше не будешь стрелять. Чего ты больше не будешь стрелять? Куда она уже надоела? Я не могу попасть. Да, винтовка классная, но с прицелом тут беда. Но я попадала, и Дима попадал. В принципе, реально. Это нереально. Реально. Я не знаю. У нас погода хорошая. Светит солнышко. Хотя обещают дожди. Но сейчас погода хорошая. Вывели Димона на прогулку. На площадке нам нельзя. Ух ты! Молодец. Я с прицела стрелял. Ну, нормально она стреляет с прицела. Просто нужно чуть выше целиться. Ну, я же и делаю чуть выше. Ну, наверное, не делаешь чуть выше. Делаю. Ну, не злися. Просто прицел просто не очень. Хороший прицел. Нормально. Ну, так. Давай на меня попробуем. Попробуем на тебя? Нет. В людей нельзя ей стрелять. Наверное. Но это детская. Детская винтовка. Правда, по-моему, плюс 18. Нет, не плюс 18. Короче, детская. Дима, не злися. Сейчас домой пойдем. Я смотрю, вот, допустим, беру, чтобы вот это вот было, грубо говоря, почти в центре банки. А что вот это вот? Почему смотришь? Я прицелу смотришь. То есть прицел у меня должен быть почти подверг банки. Ух ты. Да.